Всем привет! Я решила сделать рубрику про мои покупки постоянной, и это уже второй выпуск в таком формате. И сегодня я вам покажу, что я купила за это время, то, что прошло с предыдущего выпуска именно в этом формате. К этому видео в основном все мои покупки были с Wildberries, но также есть вот такая интересная штучка от Bernovich, которую я купила не на Wildberries, а в местном магазине у себя в городе. Так, что я еще купила? Я купила вот такую палетку Root, я о ней узнала из ТикТока, насколько я знаю, что она там довольно популярна. Также я взяла кисть для прокраски ресниц, мне давно было интересно познакомиться с такой штукой. Самая крутая моя покупка за это время это новые спарклы от Bernovich, также я купила вот такой кейс для них наконец-то. Про эти спарклы я немножко подробнее расскажу в специальном видео, но сегодня тоже пару слов про это скажу. Еще мне давно было интересно купить вот такой, короче, хамелеончик такой тени типа топера с Wildberries, потому что я про них давно слышала, они стоят 3 копейки, но при этом выглядят довольно прикольно. Тоже сегодня посмотрим, стоит эта вещь того или нет. Ну и я решила в видео захватить вот эти помаду и тушь, которые я вот уже разбирала в видео про распаковку бокса. Тем не менее, там я их показала так очень быстро, а здесь мы их попробуем в макияже. Давайте начнем обзор вот с этого спонжа Bernovich. На самом деле я уже давненько так на них смотрела, они такие вот красивые, прикольно упакованные. В целом это обычный спонж-яйцо, бренд Bernovich их выпустил, ну я бы не сказала, что давно, но это не новинка. То есть они выпустили их, по-моему, еще в прошлом году. И все, что-то у меня руки не доходили его заказать. Вот сейчас я дошла до магазина в своем городе. Ух, как он мятый! В общем, вот так вот он выглядит без упаковочки. Я выбрала его вот в таком ярком розовом цвете. На самом деле там палитра цветов довольно большая. Палитра цветов. В общем, кому какой больше нравится, я выбрала такой розовый. И сейчас я его намочу и вернусь. Итак, я его намочила, вот он стал такой побольше. Спонж такой, кстати, довольно упругий. То есть они бывают помягче, бывают пожестче. Вот этот не супер жесткий, но и при этом он не самый мягкий из тех, что я пробовала. В принципе, такой приятный. Наносить я буду сегодня тон Dior, который я не очень давно купила. Я как раз рассказывала в предыдущем подобном видео о нем. Так, давайте его нанесем. В принципе, спонж так довольно приятно пружинит. Он достаточно упругий, не очень жесткий. Нет ощущения избиения по лицу. Тем не менее, он пожестче, чем мой предыдущий спонж. Но он, кстати, вполне неплохо распределяет средства. Он его не сильно съедает с лица, что довольно приятно. Мне очень нравится, кстати, вот такая форма, которая именно не яйцом, а с вот таким как обрезанным донышком. Потому что ей удобно прорабатывать всякие отдельные места. Ну, типа вот так вот под глазами пройтись, там в носа. Это удобнее, чем просто яйцом тут пытаться что-то нанести. Но это мои личные предпочтения. Кому-то больше нравится спонж в виде обычного яйца. Кто-то вообще любит вот эти странные формы, когда они там квадратные, какие-нибудь ромбы, еще что-то подобное. Мне нравится вот такая форма. Спонж хороший. Интересно, как долго он проживет, потому что у спонжей бывает такая особенность, когда они в целом неплохие, но после второй, там третьей помывки они уже начинают рваться и приходят в негодность. У меня, например, самый быстро умерший спонж был от Шик. Он был, кстати, клевый именно по нанесению, по, как это назвать, не текстуре, но вот, в общем, по вот этой вот губке. Он был неплохой, но он так быстро пришел в негодность, что что-то у меня нет желания второй раз его покупать. И я лучше покупаю что-нибудь, вот экспериментирую, ищу свой идеальный спонж. Ну, что я могу сказать? Спонж довольно неплохо распределил тон. Я не вижу никаких проблем, я не вижу никаких проблем. Дальше я хотела бы посмотреть палетку RUT. На нее сегодня не будет полноценного обзора, но я бы хотела сделать такой обзор с первыми впечатлениями. Вот такая вот палетка, она в розовых тонах. В принципе, очень красиво упакована в такую коробку, прям все так серьезно. Сзади у нее нарисованы все оттенки, какие в ней есть. Здесь 20 оттенков. Все довольно разные. И, как мне кажется... Ух ты, какая прелесть. Еще вот вставили они записочку. Как мне кажется, палетка была вдохновлена палетками HUD, потому что раскладка цвета, в принципе, такая напоминает HUD, я бы так сказала. Но при этом это все-таки не один в один. И какое здесь качество, я не знаю. Если верить TikTok, эта палетка должна быть прям супер класс, особенно за свою стоимость. Мне она досталась за 1700 рублей. Но в целом стоимость палеток HUD, она где-то около 2000, там плюс-минус, в зависимости, во-первых, от палетки. Там сейчас их три вида. Одна такая более зеленая, другая, по-моему, более бежевая. Я вот взяла розовую, потому что мне такой палетки не хватало в коллекции. Палитра цветов мне достаточно нравится. Мне вот нравится, что здесь есть и такие матовые, сияшки, и какие-то вот более бежевые оттенки, розовые, даже красные вот какой-то есть. Есть вот эти цвета, как их вот называется, которые, знаете, с такими белыми вкраплениями. Они далеко не у всех брендов хорошо получаются. Например, у меня была палетка Revolution, которая сама по себе неплохая по качеству, но при этом вот эти вот оттенки с блестяшками в ней были, ну, как бы такое. Они плохо работали, они рассыпались. Очень интересно, какие будут эти оттенки в палетке Root. Сейчас будет моя самая любимая часть. Это отдирание пленочки. Эх, обожаю это дело. Так, то, что в палетке есть зеркало, это уже очень радует, потому что, потому что это очень удобно, когда можно смотреться сразу в зеркало и не доставать там его еще где-то. Но оно здесь не очень большое, оно вот такое, скажем так, с большими рамочками. В целом, зеркало нормальное. Сама такая упаковочка картонная, но, в принципе, довольно плотная. Вполне хорошее качество. Вот эти штуки, они такие тактильные, это я люблю такое. И что же у нас по качеству самих теней? Я вот думаю, какой бы нам макияж сделать, чтобы побольше всего попробовать бежевый или розовый? Давайте как пойдет, так и попробуем. Так как это не единственная тень, которую я сегодня хочу попробовать, я бы сделала какой-то макияж такой, чтобы вписать вот эту сияшку. Вообще, что это такое? Кстати, когда с Wildberries что-то приходит, оно всегда приходит вот в таких запечатанных пакетиках, что приятно. Но, тем не менее, лучше всегда их распечатывать, прям там на месте вытаскивать и смотреть, что вообще с упаковкой. Потому что иногда может быть такое, что они запечатали, но до этого кто-то уже этот продукт, например, потестил, залез туда пальцем и такое не очень приятно выкупать. В общем, всегда проверяйте. То, что он запаян, это еще не означает, что никто этот продукт не трогал. Так, вот так вот это все упаковано. Я взяла вот эту блестяшку Enchi в оттенке Lira. Он вот такой вот беленький, с зеленым переливом. В принципе, довольно интересная штука. Их на Wildberries довольно большой выбор. Они стоят до 300 рублей, то есть, в принципе, совсем недорого. И сама по себе однушка она такая, довольно большая. Ну, на свотче это, кстати, выглядит достаточно приятно. Это, знаете, такой белый, какой-то без особой базы цвет с розово-зеленым переливом. У меня что-то похожее есть в Бернович. В целом я поняла, что это за оттенок. Я представила, как я это могу вписать в макияж с палеткой Root. Посмотрим. Вернемся к палетке. И давайте начнем делать макияж. Я возьму вот такую вот пушистую небольшую кисточку. И наберу вот такой нейтральный оттенок. Биски. Бис. Низ. Бис-низ. Окей. Этот оттенок очень такой близкий к коже. В принципе, он совсем не выделяется у меня на коже. Может быть, придает такую немножечко розовинку. Так что им вполне можно выровнять цвет века. И потом по нему уже тушевать остальные оттенки. Тут, кстати, забавные такие названия оттенков. Cat's Miao. Nice Gant. Vamp. В общем, прикольно. Я поменяла кисточку. И хочу взять оттенок Пакарт. Пакарт. Короче, вот этот оттенок. И нанесу его в складочку века. Этот оттенок такой не очень сильно пигментированный. В принципе, он очень аккуратненько наносится. Не пятнит, не сыпется. Что уже приятно. Но для того, чтобы им что-то углубить, его надо нанести побольше, судя по всему. Я вот уже привыкла к оттенкам, к подобным в Marc Jacobs, где они наносятся и сразу такой цвет прям идет. А здесь нет. Здесь это такие более прозрачные оттенки. Тем не менее, наносятся они очень мягенько. И, судя по всему, ими можно сделать очень красивую мягкую тушевку. Уложу его так немножечко туда, к кончику брови. Так же делаю на другом глазу. Беру вот такую кисточку потоньше и наношу вот этот оттенок Пакарт на нижнее веко. Блин, такая мягкая тушевка получается. Мне прям нравится. Класс. Причем без каких-либо усилий. То есть я взяла так пару, сделала движение кисточкой. И вот она мягкая тушевка. Это приятно. Далее на ту же кисть я наберу оттенок And How, который находится рядом с этим оттенком. По моим ожиданиям он должен быть такой чуть потемней. И наношу вот сюда в уголок, где должен быть такой самый, самое темное пятно макияжа. Ну, по тональности он немножечко темней, что хорошо. Но все-таки я ожидала, что это будет такой более глубокий оттенок. Он оказался недостаточно темным, насколько я его ожидала увидеть. Но в целом он совпадает с тем, что было в палетке. Так-с. Наношу его вот так на уголочек и уложу туда в тушевку. А также немножечко завожу на нижнее веко. Далее беру кисточку, вот эту, которая наносила самый первый оттенок. И аккуратненько стушевываю вот эти два оттенка между собой. Есть другая проблемка. Макияж не получается очень глубоким с таким оттенком. Сейчас будем подбирать какой-нибудь другой для углубления. Так, пока нанесу этот оттенок симметрично на другой глаз. Он, знаете, такой вроде бы темнее, чем оттенок Покарт, но недостаточно. Поэтому глубина не получается. Зато получается красивая тушевочка. Этого же оттенка, который Энд Хау, я нанесу немножечко на внутренний уголочек. Точнее, не совсем на внутренний уголочек, а вот сюда вот, на внутреннюю часть века. И сделаю его таким чуть более объемным. Тени очень мягкие, они хорошо прям наносятся. Ну, как я уже сказала, не сыпятся. И довольно хорошо распределяются. Мягко. Я пробую взять вот этот оттенок Jitterbug. Бак. Jitterbug. И надеюсь, что он все-таки будет темнее. Он такой прям откровенно розовасто-красный. Надеюсь, что это видно. Блин. Он по оттеночности точно такой же, как предыдущий оттенок. Он не темнее. Ну, кстати, может быть совсем чуть-чуть темнее. И нанесу его вот прям в самый-самый уголочек. И вот этой кисточкой его втушую. Тени очень мягкие, хорошо тянутся. За счет этого можно случайно, не хотя того, получить такую прям очень интенсивную тушевку. Хотя я на самом деле надеялась, что у меня будет макияж поспокойнее. Но, как говорится, не судьба. Так, пока получается вот такой макияж. Довольно спокойный, без особой глубины. То есть, потому что тут нет очень темных оттенков. У меня все получается какое-то такое на примерно одинаковой тональности. И поэтому все выглядит очень спокойно. Мне интересно попробовать оттенок Nice Gump. Нет, Nice Gump. Но я не уверена, что он будет темнее. Вот так чисто. Мне кажется, он еще и холодный. Я вообще все испорчу. Давайте вот возьмем D.D.O. И попробуем его. Он тоже не темный. Ладно, давайте на этом остановимся и смиримся, что этой палеткой нельзя сделать очень глубокий макияж. Дальше я возьму чистую кисточку и пройдусь по краям тушевки, чтобы все смягчить. И еще что я хочу сделать. Я хочу взять вот этот бочонок, на который мы набирали джиттербург, и нанести этот оттеночек немножечко вот сюда. Так. Ну, на матовых я остановлюсь. В принципе, матовые мне понравились в этой палетке. Они мягкие. Очень хорошо тушуются. Очень хорошо переходят друг в друга. Но один минус уже есть. Я не могу здесь определить оттенок, которым можно было бы все затемнять. Кстати, тут есть оттенок Dapper, который я не попробовала. Но у меня есть очень большие сомнения, что он действительно темнее всех остальных. Потому что вот если посмотреть так на палетку, то он как-то вроде и похож вот на этот оттенок. Но давайте попробуем. Почему бы нет? Да, его даже не видно особо. Он такой же. В общем, все темные оттенки в этой палетке, они такие недостаточно темные, недостаточно глубокие. И просто отличаются оттеночностью. Так, ну что, я пока на матовых остановлюсь. В принципе, матовые здесь, ну, такие неплохие. Вот эти светленькие, так даже вообще хорошие для построения складки, для тушевок. Я, конечно, попробовала пока здесь меньше половины оттенков. Но уже выделился очевидный минус, то, что этой палеткой нельзя сделать глубокий такой прям темный макияж. Ну, может даже не темный, а просто придать глубины, задать такой более контрастности. Ну, что оттенки здесь не очень сильно отличаются по тону. То есть, да, они все отличаются по цвету. Но именно по глубине они все где-то там около-около. Вот эти темные все оттенки, они, которые вот эти два, вот этот, этот, они все примерно в одинаковой тональности находятся именно по глубине. И поэтому ими невозможно друг друга углублять, разве что менять тональность по цвету. В общем, для меня это, конечно, такой минус палетки, но в целом это тоже не очень плохо, потому что многим оно и не надо. То есть, большинству нужно просто заполнить складку каким-то цветом, аккуратненько растушевать. И вот тут матовые для этого вообще идеально подходят, потому что они не пятнят, они вот очень аккуратненько, красивенько наносятся. Если вы не хотите экспериментировать и наносить все цвета в одну тушевку, то у вас это все получится очень мягко и красиво. Давайте перейдем к блестяшкам, тоже очень любопытно посмотреть. Я здесь вижу три блестяшки именно вот в этом формате вкраплений. Также здесь есть такой красный и розовый, и есть, судя по всему, прям слюда, хоть из пикизы, потому что они сияют намного ярче. И кажется, что лучше их наносить на клей, но клей я, к сожалению, к съемке сюда не перенесла, поэтому будем наносить как получится. Я возьму вот такую пушисто-плоскую кисточку и нанесу вот этот оттенок розовенький LifeWire. Ну, набирается он довольно хорошо, то есть он прям такой мягкий, но немножко сыпется при наборе. Я его буду наносить туда, где у меня границы цвета. И продолжать вот туда, вот прям по матовому тушевочку. В принципе, он такой интересный, то есть это такой легкий металлизированный оттенок. Сыпется он, конечно, сразу же. Вот даже он ради приличия бы подождал немножко и потом посыпался, нет. И стряхивания никакие не помогают. Не самый простой оттенок, с которым мне приходилось работать в таком формате. И плюс, мне кажется, он немножко начал жевать века. Зараза. Так. И наношу его на вот эту границу цвета тоже, которая ближе к внутренности глаза. Он, знаете, какой оттенок мне напоминает? Он мне напоминает оттенок из Марк Джейкобса, который там такой розовый, который должен был быть очень красивым. И из палетки с вишенкой. Но как он вот там не передавался нормально, так и здесь он как-то туговато наносится. Хотя вот если его нанести, выглядит, в принципе, симпатично. Еще бы века не жевал. Вот такой более тонкой кисточкой я нанесу его же на нижнее веко. Как-то странно он наносится. То не передается вообще, то передается одним таким большим куском. Это непонятный мне оттенок. Ух, у меня прям правый глаз какой интенсивный получился на нижнем веке. Очень не хватает глубины, прям даже немножко бесит. О, на сапашек осталось очень много, прям очень-очень много. В общем, оттенок так себе. Капризноватый и как будто бы суховатый. Хотя вот когда я его нанесла, переливается и сидит на глазах, он в принципе неплохо. Он подживал века, когда я его только нанесла, сейчас он уже подотпустил, и выглядит это поприятнее. Так, дальше. Я хочу засвочить вот эти оттенки, которые с вкраплениями. Они такие довольно непонятные. Вроде бы они красиво сияют, но это скорее не спарклы. Это да, это такие металлики, но они какие-то крупнодисперсные, в общем. Я не уверена, что я сейчас хочу это попробовать, но посмотрим. Я хочу попробовать оттенок Hodge, потому что он напоминает мне очень один из оттенков из Huda Beauty, который там в палетке прям очень красивый. Он дает такой эффект фольги, и здесь он выглядит аналогично, интересно, как он будет передаваться. Я хочу набрать его пальцем. На пальце он набирается прям красиво. И он даже немножко хамелеонит в такой, знаете, из золотого в розовый. Так, попробую нанести его. Вау, красота какая. Ой, как красиво. Очень неожиданно и приятно. Вообще. Он выглядит очень похоже на Huda Beauty. Вставлю свотчи. Их рядом сравнительные. Пока что у меня вот ощущение, что это один и тот же оттенок. И даже вот по нанесению как-то он очень похож. Такое сразу зеркало. Какая красота. Все, у меня, кажется, отходят назад все мои претензии к этой палетке по поводу темных оттенков. Потому что вот этот оттенок в палетке за 1700, это очень-очень приятно. Я еще хочу засвотчить оттенок Speak Easy. Это такой более, знаете, такой спокойный оттенок. В нем, в принципе, это вот такой вот довольно спокойный оттенок. Без каких-то сумасшедших переливов. И мне в палетке показалось, что у него будет какой-то хамелеонистый перелив. Но на деле нет. На деле он такой спокойный прям. То есть им, скорее всего, можно делать мономакияж без какого-то углубления, без ничего такого. Он просто такая приятная сияшка. Его, возможно, даже можно наносить под стрелку. Так, давайте возьмем вот этот оттенок Enchi и нанесем его в уголок глаза. Потому что все-таки интересно, как он работает. Уже использовала все маленькие кисточки. Возьму вот такую. Так, и возьму его немножечко и нанесу на внутренний уголок глаза. Ну, это, кстати, такие довольно крупные блестки. Скорее, их лучше даже на клей наносить, чем приклеивать так. И оно не заполировается. То есть это именно блестки. Это не тени. У меня что-то похожее из Бернович, но в Бернович они на такой гелевой липкой основе находятся, а здесь нет. Здесь они в какой-то другой формуле работают. Но, в принципе, вот в уголочек глаза они наносятся неплохо. На пальцы они, конечно, набираются намного лучше, чем на кисть. Возможно, просто надо взять плоскую кисточку. Попробую еще вот на такую плоскую кисточку нанести тоже этот же оттенок и распределить его немножко так вот по нижнему веку. Ну, кстати, за свою цену очень приличная блестяшка. Если вы давно искали что-то такое для акцентов, для зеленого перелива, то присмотритесь вот именно к этим теням Энчи в оттенке Лира, потому что это то, что надо. Они стоят меньше 300 рублей. По крайней мере, я их за столько купила. Это дешевле, чем Бернольд же два раза. И если вам там нужен только зеленый перелив, там, без каких-то еще других переливов, то вот эта штука очень прикольная. Вам, возможно, ее будет достаточно. Как оно в целом должно работать? Сейчас покажу. Вот смотрите. Такие оттенки, они хорошо раскрываются на каких-то коричневых подложках или в целом на каком-то коричневом макияже. Когда, например, вы наносите оттенок какой-то вот, например, коричневый, это я взяла сатин из палетки Марк Джейкобс. Нанесу его как-нибудь так пожирнее, чтобы было понятнее. Ну вот, я их вот так нанесла. И дальше, если я возьму вот эти блесточки Энчи и нанесу их поверх, то получится такой вполне интересный эффект. Вот. То есть у нас будет подложка отдельно сделанная, отдельно блестки. И получается такой оттенок, ну вот что-то типа Марк. Марк. Что-то типа как вот у Мак есть пигмент Блю Браун, только сделанный своими руками и дешевле. Далее я расскажу немножечко о спарклах Бернович, которые я заказала с сайта Makeup SPB. У Бернович, как я уже рассказывала в бьюти-новостях, вышли новые спарклы. И я заказала 7 штук. Это вот эти вот оттенки. Вот здесь вот они все находятся. Также я купила 22-й, по-моему, оттенок, который уже давно вышел. И вот эти все оттенки, которые у меня и так были. Плюс я заказала под них наконец-то кейс. Так что у меня теперь такая прям полноценная палетка Бернович. И про вот эти все оттенки я сделаю отдельное видео со свотчами, с макияжем. В общем, такой сделаю полный обзор. Поэтому здесь сильно заострять на них внимания не буду. Просто хочу сказать, что теперь у Бернович очень богатая палитра спарклов. Там прям на любой вкус и поспокойнее, и поярче, и зеленый, и синий, там розовый, какие хотите. Очень много хамелеонов, очень много интересных формул. Например, я взяла вот этот оттенок, это, по-моему, 55-й. Он такой, знаете, темный, с блестяшками. Вот этот вот коричневый, который переливается там во все цвета. В общем, очень много интересных формул. Мне прям дико интересно пробовать поделать с ними макияжи. Я пробовала пока только вот этот вот рыженький оттенок. Он очень напоминает оттенок из Наташи Динона Зенда. Они прям такие с вайбом одинаковым, я бы так сказала. Но вот этот оттенок, он чуть поярче, а в Наташи Диноне он поспокойнее. В общем, про эту палетку обязательно будет обзор. И пока что я останавливаюсь. Из того, что я хотела показать сегодня из покупок, это кисть Шик для ресниц. Вообще, как бы, логичный вопрос, зачем нам кисть для ресниц, если у нас уже и так есть щеточки у туши. Мне очень понравилось у визажистов, как они прорисовывают нижние ресницы. У меня вот часто есть проблема с тем, что у туши кисточка, она толстая, а реснички нижние, они такие, ну, короче, чем верхние. И очень близко все до века. И мне не нравится, что я постоянно мажу себе века. Как-то получается не очень аккуратно, не очень красиво. Вот эта штука, она должна исправить вот эту проблему. Но посмотрим, потому что я еще ни разу не пробовала, мне самое интересно. Я попробую нанести туши Сейда. На верхние ресницы я нанесу их обычной кисточкой, а на нижние уже вот этой кистью от Шик. Так. Вот эту тушь я, кстати, уже успела полюбить. Я ей пользуюсь всего чуть больше недели. Тем не менее, вот постоянно ее использую, потому что с ней ресницы выглядят как-то красивее. Их прям видно, они выделяются. При этом она почти что не подкручивает мои ресницы, как мне показалось. Она именно делает их темнее и длиннее. И они от этого выглядят интересно. У меня есть эта тушь в черном и в зеленом цвете. В зеленом она в полноразмере. Я пока не представляю, куда я ее столько использую. Но я, кстати, ее пробовала на неделе. И она не так сильно отличается от черного оттенка. То есть, конечно, видно, что она зеленая, но это видно только на свету. Например, если идти в офис, то это прям в глаза не особо бросается. Так, я накрасила верхние ресницы. Сейчас буду экспериментировать с нижними. Я набираю на кисточку вот так вот, таким вот образом. Беру с щеточки и также немножко я как бы вытираю лишнюю тушь. Посмотрим. Так, и прокрашиваю нижние реснички. Ну, кстати, этой кисточкой очень удобно прокрашивать основание ресничек. Пока что кажется, что получается, что-то получается, но непонятно что. Мне кажется, надо побольше туши набрать. Вот я искупала прям всю-всю эту кисточку в туши. Посмотрим, что будет получаться. Во, уже сейчас эффект как-то лучше видно. У меня, наверное, такие рожицы на видео, когда я ресницы крашу. Вот так вот у меня получилось в итоге. Ну, что могу сказать. Этот метод не самый простой, потому что такой вот штукой прокрашивать гораздо проще, чем кистью. Очень непривычно, потому что начинаешь прокрашивать, начинаешь заезжать себе на слизистую. Как-то я еще не приноровилась к этой кисти. Попробую найти к ней подход. Но мне нравится, что получился такой более объемный, что ли, эффект. И нижние ресницы, они действительно более хорошо прокрашены. Они прокрашены прямо от основания. И получились такими более густыми или как-то хорошо прокрашенными. В общем, итоговый вариант мне нравится. Но как именно их красить, мне кажется, мне надо еще потренироваться. Потому что я не уверена, что у меня все было в лучшем и самом простом виде. Ну что, вот такой макияж у меня сегодня получился по первым впечатлениям. Я считаю, что получилось очень даже красиво и неплохо. Мне нравится вот эта слюда на глазах. Так, переливчик такой приятный. Что мы сегодня в целом посмотрели? Мы успели посмотреть палетку Рут. И затестить ее на первых впечатлениях. Сделать вот такой макияж с ней розовенький. Также мы затестили спонж Бернович. Мы посмотрели, как работает кисть Шик для ресниц. И я вам вкратце показала палеточку от Бернович, которая у меня теперь есть. Также я показала вам вот такую прикольную блестяшку Энчи. Кисть и спонж это однозначно прикольные штуки. Я буду их использовать. Кисть я поищу подход, потому что мне кажется, что я пока еще не идеальный пользуюсь. И у меня не получаются такие шикарные ресницы, как я ожидала прямо с первого раза. Но я думаю, что я всему научусь, принорвлюсь и все обязательно получится. Спонж клевый. Пока что, если он не развалится за три мытья, будет прекрасно. Возможно, если именно этот спонж будет у меня чаще всего в работе, то я потом куплю еще их и перейду пока на спонж Бернович. Потому что, в принципе, они меня устраивают по цене. Мне очень нравится форма. Мне нравится, какая у них плотность. Но я пока вот еще не затестила его по полной. Потому что по спонжам именно с первого впечатления сложно сделать полный отзыв. Так как я могу только сказать, понравился ли он мне в целом по нанесению и по тому, как он ощущается, когда наносишь. Ну то есть то, что он не очень твердый. Но насколько он долговечный, это вот уже сложно сказать. Вот эту блестяшку Энши я однозначно рекомендую. По крайней мере, обратить на нее внимание, если вы любите спарклы и такое вот прям крупно-дисперсное яркое сияние. Вон, смотрите, как она переливается. Это именно блестки. То есть это не что-то мелкое. Но это и не такой сложный глиттер, который там надо прям приклеивать. То есть это несколько проще, чем глиттер по нанесению. Плюс тут нету микропластика, что тоже очень приятно. Это все-таки не микропластик. И вот я его нанесла в уголок глаза, пока никаких неприятных ощущений нет. Мне кажется, что к этой блестяшке можно присмотреться и купить конкретно вот к оттенку Лира. Потому что в остальных оттенках я не уверена. Они там тоже есть всякие разные. Есть такой более коричневый, синий. Там, в общем, очень много всяких разных. Но вот именно этот меня привлек. Так как у меня есть похожие оттенки в Бернович, я не знаю, буду им пользоваться или нет. Возможно, я кому-то его подарю. Но мне кажется, что оттенок в целом хороший. Если бы у меня такого от Берновича не было, я бы им 100% пользовалась. Палетка Рут. Вот, она оказалась очень даже неплохой за свои деньги. Здесь есть удивившие меня оттенки, например, Ходж. Потому что он такой прям слюда, такая же, как Худи Бьюти. Это очень красиво, очень круто. И палетка стоит в три, наверное, раза дешевле, чем палетка Худы. И приятно вот получить такой оттенок. Также мне, в принципе, понравились матовые. Мне понравилось, что они очень мягкие, хорошо тушуются. Мне понравилось, что нельзя сделать глубокий макияж. И для меня эта палетка не очень самостоятельная. Потому что хочется сюда купить какой-то такой более темный, более глубокий оттенок. Чтобы затемнять там складку, уголочек, сделать стрелку. Потому что здесь кажется, что такого оттенка нет. Все-таки эта палетка на такие более нежные, более невесомые макияжи. Или вот на такие, как получился вот этот макияж. Хотя мне все равно вот не хватает нанести какой-то более темный оттенок вот сюда и выглубить макияж. Мне не очень понравился вот этот оттенок металлизированный LifeWire. Потому что он сыпучий, он сухой. И его лучше наносить до того, как вы нанесли тон. Потому что мне пришлось прям вот стирать все под глазами, наносить тон по-новой. Потому что осыпался он очень сильно. И даже вот в палетке сейчас по нему, от него частички по всей палетке лежат. Короче, так себе оттенок. Плюс он довольно плохо заполировывается, немножко живет века. Но если пройти через все эти мучения, в принципе, макияж с ним выглядит неплохо. Мне показалось, что в палетке есть взаимозаменяемые цвета. Например, вот этот цвет And Howe, D.D.O. и Depper. Я вообще между ними разницы сильно не вижу. То есть, когда я их наносила на глаза, они очень похожи. Они одинаковые по тональности. И кажется, что они взаимозаменяемы. Также мне кажется, что вот эти вот оттенки будут похожи. Butt Leg и So Keen. Ну, мы это увидим. Я обязательно сделаю на нее полный обзор со свотчами, с макияжами. И думаю, что в скором времени его выпущу. Но мне очень понравилось в этой палетке то, что она не очень дорогая. 1700 для палетки. Ну, это такая не самая копеечная цена, потому что есть палетки дешевле. Тем не менее, это все-таки там не 3-4 тысячи, а ближе к полутора, там, к двум. И эта палетка может быть очень неплохим вариантом, если у вас в целом не очень большая коллекция макияжа, но хочется что-то такое в розово-коричневых тонах купить. Вот она не очень дорогая и несложно пользоваться, судя по всему. Она хорошо тушуется и, в принципе, может неплохо дополнить какую-то коллекцию. Или быть даже, возможно, единственной палеткой, если вы именно любите розовые оттенки теней. А я буду заканчивать это видео. В принципе, это все, что я хотела сказать о своих покупках на этой неделе. Через 2 недели, я думаю, выпущу следующее видео о своих покупках. Пока не знаю, что там будет, но надеюсь, что будет что-то интересное. Также буду готовить видео про Sparkle Bernovich и полный обзор палетки Root. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк. Буду очень этому рада. И всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok